Особое мнение на 101FM Вице-спикером будете подыскивать Нового координатора И процесс уже идет Идет процесс Когда можно ожидать Как это вообще происходит Это избрание Я думаю, что к апрелю мы определимся Но вас не торопят Меня останавливает Процедурно хочется Не торопят Пока координатор Я думаю, что к апрелю Мы может быть и нового координатора Будем знакомить Кандидатура есть уже потенциальная Конечно, конечно Сейчас и необходимые процедуры Люди будут проходить Для того, чтобы быть отобранным И дальше уже члены партии Высший совет решат Кто будет координатором Мы поздравляем всех с Новым годом Естественно В конце года ушедшего Мы говорили с нашими гостями В разворотах и в особых мнениях О главных итогах ушедшего года И, собственно, у вас сейчас такая, Владимир Возможность есть Отметить самые главные события Как со знаком плюс Так и со знаком минус Я хочу вас попросить Такое главное позитивное событие 2017 года На ваш взгляд сейчас озвучить Приход новой команды Городской команды Именно городской Именно городской В области Нельзя сказать, что пришла новая команда Потому что команда работает уже полтора года А вот в городе команда пришла Буквально только что И сразу мы видим изменения Ну, она не пришла Избрали ее Ну, фактически избрали и пришла Выборы в городскую думу И затем уже городская дума дала работу Нового сети Естественно, можно сказать, что пригласили направление Если вспоминать какие-то вихи истории Пришла новая команда Работает И есть позитивные сдвиги Опять же, почему так вот Хочется подметить, что есть позитивные сдвиги Мы уже там за 10 лет привыкли, что этих сдвигов у нас нет А что вы имеете в виду конкретно? Полота, рутина Позитивные сдвиги Позитивные сдвиги Позиция администрации Главы администрации И главы города Я имею неосторожность посещать заседание Кировской городской думы Ну, почему же так? И мне очень импонирует позиция Двух наших руководителей Главы города и главы администрации Они не стесняются вскрывать Проблемы, которые за 10 лет накопились Ну, проблемы мы с вами все прекрасно знаем Потому что мы их с вами лицезрели все эти самые 10 лет И ЖКХ, и улицы, и благоустройство Все то, чего так не хватало кировчанам И мы, на самом деле, как ни странно, за эти 10 лет уже привыкли, что, наверное, и так оно должно быть На самом деле, оказывается, может быть по-другому Да не просто им сейчас придется Потому что, ну, а кому хочется, чтобы тебя сравнивали с вновь пришедшим человеком А ты выглядел не в лучшем свете То есть те люди, которые городом руководили все это время Наверняка будут предпринимать попытки Сделать так, чтобы Вот это улучшение в глаза не бросалось Я так мягко говорю, да? При всем при этом, мне кажется Наверняка есть какие-то Механизмы, может быть, где-то саботировать Где-то Усложнить жизнь Дай бог, чтобы этого не было Но вот пока, по крайней мере, трудности видны Они, может быть, не столь критичны Более того, и все те проблемные моменты, которые всплывали до сего момента Пока слава богу решались Некоторые специалисты Некоторое же время назад высказывали такое опасение Что глава города Елена Васильевна Ковалева и глава администрации Илья Вячеславович Шульгин Ну, по каким-то причинам не смогут работать как единое целое В одном тандеме, как принято говорить, по вашей оценке Они работают славно Потому что, знаете, они должны работать эффективно Должны На мой взгляд, для этого необязательно Чтобы у них во всем совпадали мнения Во всем они были солидарны Может быть, и хорошо, если у них где-то мнения будут расходиться В споре у них родится истина Им депутаты городской думы, жители города Кирова помогут в этом В конце концов, всегда же можно обратиться к общественникам К неравнодушным жителям Кирова Чтобы узнать их мнение И вот как раз выбранный ориентир Ориентир на общественников, на неравнодушных жителей Кирова Он правильный, он сейчас есть у новой команды городской Будем надеяться В том числе журналистское сообщество Общественников и так далее Обязательно, да Я надеюсь, что это никуда не уйдет А если глава города с главой администрации Вдруг где-то, может быть, даже немножко повздорят Мы же держим в голове, что это все ради того, чтобы в Кирове было еще лучше Так что я вот этих опасений не испытываю В общем, вы такой достаточно аванс такой положительный даете, да? Да Новому руководству города Аванс был дан еще, когда только-только и глава администрации Шульгин И глава города Ковалева были избраны И мы уже тогда верили, что что-то может получиться А сейчас вот по их первым действиям Эта уверенность только крепнет На ваш взгляд, сколько времени должно пройти Чтобы точно убедиться в том, что это действительно очень деятельные люди И они действительно работают на благо города Пока еще небольшой, это достаточно срок прошел По результатам, да? То есть, когда мы увидим результат Ну, не просто будет искоренять все то, что здесь годами копилось У нас, в нашем любимом городе Я думаю, что спустя год мы смело можем оценить работу Год? Да Соответственно, осенью 2018 года И тогда оценка, наверное, будет объективной И мы сможем сказать, что да, вот стартовали хорошо А закончили еще лучше Будем верить в светлый, тем более, новый год Итак, у руля нашего города встали новые люди Это самое главное, позитивное событие Ушедшего 2017 года По версии Владимира Костина Ну, теперь давайте к негативу перейдем Итак, самое главное событие со знаками минуса Вы знаете, не хотелось бы, опять же, светлый праздник Новый год, Рождество Говорить о том, что у нас все плохо Нет, не будем Мы же не зря с позитивного явления начали Из просветной Из минусов Я бы отметил, что Кировская область не так активно развивается, как могла бы То есть, мы долго запрягаем Надеюсь, быстро поедем Но пока мы очень долго запрягаем И не весь тот потенциал, который у нас есть Реализован сейчас Надеемся, что ситуация изменится А кто долго запрягает? Вот все мы, жители Кировской области Или руководители? Конкретные люди, чиновники? Ну, наверняка справедливость есть в суждении Что и люди заслуживают ту власть, которая у них есть И власть, наверное, там не всегда к людям лицом поворачивается Конечно же, в первую очередь, те люди, которые полномочены Изменить жизнь Сделать ее светлее, ярче Позитивней То есть, я говорю, опять Власть имущих должны в первую очередь ориентироваться И, конечно же, мы все простые жители города Кирова Должны подстать им Тоже работать на благо Кировской области Если каждый начнет с себя, конечно, будет позитивнее При всем при этом Как бы мы позитивно не двигались Если вверху мы упремся в какой-то потолок То вряд ли мы сможем в полной мере Потенциал Кировской области реализовать Поэтому, конечно, ориентируюсь я в первую очередь На людей, которые областью руководят А на ваш взгляд, если говорить образным языком Под какое колесо колодка-то подложена? В какой сфере мы наиболее притормаживаем в развитии? Нет колодки Может быть, завуксовали просто Завуксовали Надо, может быть, навалиться И уже тихонечко пошла-пошла Сдвинем сейчас Может быть и так Может быть, какие-то есть системные вопросы Которые пока не решаются Ввиду недостаточной отладки механизмов взаимодействия Допустим, с федеральным центром Не исключаю И есть, кстати, такие сложности По ряду вопросов Очевидно, что у нас в стране не все на 100% благополучно Кировской области здесь не исключение А ввиду того, что мы всегда Ну, так сложилось, были регионом, который Ну, не был на лидирующих позициях По социально-экономическому развитию Мы всегда рассчитывали на дотации Нам вдвойне тяжелее Потому что федеральный центр перестал Помогать в том объеме Который был бы достаточен А нам самим ориентироваться на собственные доходы Тяжело Ну, при этом, опять же, заглядывая в следующий год Очень бы хотелось, чтобы не сокращались при этом расходы Вот председатель Заксобрания Владимир Быков Как раз недавно в нашей студии Говорил о том, что будет рассматриваться вопрос О том, чтобы налоговые поступления между федерацией и регионами Были переспределены 50 на 50 Мы сейчас большинство отчисляем туда Вы поддерживаете? Голос регионов Даже не регионов, а регионов Звучит все громче Многие субъекты из-за этого выступают Да, вы знаете, вот многие как раз ориентиром Предстоящей президентской кампании Видят как раз пересмотр взаимодействия федерального центра и регионов Вот же это бы надо отпустить И пересмотреть распределение финансирования И пересмотреть отношения в целом к регионам Больше полномочий нужно регионам Больше свободы самостоятельности Конечно, после того, как регион доказал свою самостоятельность Потому что сейчас наделить полномочиями, допустим, губернаторов по всей стране Подкрепить это все дело деньгами И не факт, что у нас будет все лучше Потому что те криминальные, допустим, истории, которые потрясли страну Они как раз подтверждают, что порой и правильно не дать много денег Но вот сейчас вроде бы как появляется уверенность в командах И потихонечку раскручиваются гайки, в том числе по финансированию Голос регионов звучит Услышат ли? Вот в чем вопрос Совет Федерации начал совсем по-другому смотреть на этот вопрос Лично Матвиенко, да Лично Матвиенко, да Именно об этом, да Да, и те совещания, которые в Совете Федерации проходят Порой удивляют своей открытостью Там начинают говорить без купюр Не стесняясь о том, что регионы у нас закредитованы И мы все время забываем о том, что у нас еще и муниципалитеты закредитованы А там на самом деле история куда, простите за такое слово, интереснее, чем в области У меня другое слово, да Более дикое, что ли Терпите, Владимир, мне нужно Да, на самом деле в муниципалитетах все печально И закредитованность наших муниципалитетов порядка 4 миллиардов рублей Для них это гигантская неподъемная цифра А это же все ложится на те скудные доходы, которые у них есть На те субсидии, которые у них есть И скоро, мне кажется, цифра будет неподъемная Федерация должна пересмотреть отношения и повернуться лицом к региону Я напоминаю, что это особое мнение Владимира Костина Вице-спекера Законодательного собрания Кировской области Руководителя фракции ЛДПР и координатора рекотделения этой партии Мы прервемся ненадолго и скоро продолжим Продолжаем наше общение Владимир, скажите Тоже охватывая взглядом весь ушедший год Хотелось бы как раз по партийной сейчас линии поговорить ЛДПР, что было сделано Какие были конкретные достижения Работа, я понимаю, что здесь огромная проводится Но вот какие-то основные моменты Хотелось бы, чтобы вы отметили Ну, безусловно, если мы говорим о политической партии О своих коллег по партии Если мы говорим о политической партии То стоит говорить о законотворческой работе И здесь много законопроектов принималось Принималось Вот сейчас в законодательном собрании Лежат законопроекты наших депутатов Депутатов нашей фракции Допустим, по поддержке многодетных семей По поддержке детей войны И мы их вынесли И отрицательного решения пока по ним нет Но и нет положительного Почему нет отрицательного? Экспертиза-то уже прошла? Законопроекты? Ну, вот, допустим, мы уже говорили по многодетным семьям Там ситуация спорная Допустим, наша позиция расходится с позицией правительства И с позицией контрольно-счетной палаты Я уже там останавливался на этом Если можно в двух словах Напомните, в двух словах Сейчас есть финансирование детей, имеющих Семей, имеющих детей в размере 851 рубль На одного ребенка На питание, на проезд И на покупку школьной спортивной формы Все понимают, что этих денег недостаточно Но, тем не менее, вроде бы как Вот эти 851 рубль выполняют указы президента По обеспечению детей, которые воспитываются в семьях При всем при этом мы понимаем, что денег не хватит И когда мы предлагаем дать возможность Семьям самим выбирать, что они хотят Получить эту льготу в натуральном виде То есть сделать так, чтобы ребенок питался бесплатно в школе Получил бесплатный проезд И получал школьную форму спортивную То вот здесь как раз и происходит Вот это вот разногласие Мы по разному ситуацию видим Мы говорим, раз семьи могут, значит может и бюджет А нам говорят, нет, бюджет не может То есть у нас наши кировские семьи Семьи Кировской области куда умелее, чем финансисты Которые отвечают за бюджет Вот здесь как минимум двойные стандарты Как максимум несправедливость, которую на наш взгляд нужно устранять И уперлись в то, что нам говорят, что потребуются дополнительные средства И бюджета, тогда нужно признать, что у нас не в полном объеме Выполняется обязательство, которое перед областью стоит Либо уже тогда признать, что средства не потребуются И как-то находить возможность на 851 рубль кормить, ввозить и одевать Вот это один из примеров, когда закон внесен Но положительного результата мы пока не видим Когда ожидать? Где стоит все-таки ответа? Мы практически каждую сессию вспоминаем об этом законопроекте И на комитеты выносим Но ситуация процедурна На комитет выносим, если видим острое сопротивление Если законопроект не проходит, даже комитет, проведя консультации с депутатами законодательного собрания Понимаем, что нужных голосов мы не набираем Мы не идем дальше с этим законопроектом, чтобы его окончательно не убить Потому что если голосование на пленарном заседании пройдет Законопроект в принципе будет отклонен И мы к нему вернуться уже не сможем, по крайней мере в обозримом горизонте Но это будет как минимум некорректно Поэтому законопроект просто отзывается И снова лежит внесенным в законодательное собрание Ждет своего часа Снова убеждения коллег, снова консультации Я надеюсь, что мы когда-то победим И было бы нас, может быть, чуть больше Вопрос бы сдвинулся Но это законопроект Вот по составу такое И мы в первую очередь думаем о бюджете А во вторую очередь думаем о тех, кого хотим поддержать Думаете о том, хватит ли вообще Как вообще с этими деньгами обращаться Да, ну вот опять же, вы знаете Я специально сейчас перед тем, как идти на эфир Одну цифру для себя уточнил Мы как-то с вами тоже обсуждали бюджет города Кирова И сравнивали его с бюджетом города Казани И напомню, бюджет города Кирова Это 10,200 миллиардов Да, 10 миллиардов 200 миллионов А бюджет Казани 19 миллиардов При том, что практически в три раза Жителей Казани больше И как выглядит Казань, как выглядит город Киров Мы все прекрасно знаем Ижевск Количество жителей порядка 700 тысяч То есть больше, чем в Кирове А бюджет такой же, как в Кирове И не сказать, что Ижевск выглядит хуже Опять же Если бы там, я не знаю, волки по улицам бегали Это, наверное, было бы сравнение в нашу пользу А здесь опять Киров проигрывает Это как раз то, о чем мы говорили 10 лет здесь никто ничем не занимался Кроме как попытками как-то бюджетные деньги Ну, будем так говорить Есть правоохранительные органы Бюджетные деньги пытались потратить неэффективно Да, все силы, видимо, предпринимали для того, чтобы вот Сквозь пальцы эти деньги утекали И не зря начали с положительной оценки новой команды Надеюсь, что удастся те большие, безусловно, большие деньги Которые в бюджете Кирова есть Израсходовать эффективно И в один из ближайших лет мы увидим положительные изменения А дети войны напомнится в двух словах О чем идет речь? Ведь закон-то был принят Закон был принят в первом чтении Насколько я знаю, да Поправки у вас там подготовили? Да, мы готовили поправки Вообще там рабочая группа собиралась Но никакого-то практического эффекта от вот этих собраний не получилось Мы очень хотим, что хотя бы... Значит, нужно было конкретно четкие цели Безусловно, это все было И конкретные предложения, оформленные ближайшим образом, прозвучали от двух оппозиционных фракций Но какого-то четкого ответа по этим предложениям мы так и не услышали То есть собраться можно рабочей группой Можно написать протокол этого самого собрания или совещания Но люди-то ждут какого-то практического эффекта Мы ждем, что 9 мая наступившего года Мы получим какой-то эффект в виде принятого закона А те, кого мы относим к категории «дети войны» Получат какую-то, пускай и небольшую, но прибавку к своей пенсии Вы продолжаете настаивать на выплате? Да Некой, да, приуроченной как раз ко дню победы? Конечно, мы общаемся с детьми войны Важны, конечно же, те деньги, которые человек получит Но и очень важно внимание Этих людей всю жизнь обделяли Они их забывали На самом деле даже принятие закона Не просто в первом чтении, а в окончательной редакции Чтобы он начал действовать Уже было бы большим знаком внимания в адрес детей войны И им этого хочется А уже с денежной компенсацией и подавно Ну вот, я так понимаю, это два таких основных момента Которые вы хотели ответить, как раз отметить Как раз-таки законодательная работа В качестве примера, да На самом деле есть законопроекты Направленные на увеличение эффективности В сфере капитального ремонта Точно так же законопроекты висят И если год назад мы понимали Что действительно, может быть, не стоит форсировать события По изменению законодательства В части перехода со счета регионального оператора На спецсчет Да, мы хотим уменьшить срок И тем самым позволить жителям Более эффективно распоряжаться средствами Уменьшить срок, имеете в виду тот год Да, сейчас есть год, мы говорим Давайте сделаем месяц Не хотите месяц, предложите что-то иное Но отличное в меньшую сторону от года И год много И в то же время наши предложения не слышат При всем при этом есть позиция президента Который обозначил, что к 2020 году Средства фондов Должны храниться Средства, собираемые в рамках реализации программы капремонта Должны в 50% случаях храниться на спецсчетах У нас сейчас цифра сильно отличается от 50 В меньшую сторону Меньше 10 сейчас Да, и никаких предпосылок для увеличения этой цифры нет То есть регион здесь опять не дорабатывает При всем при этом я не возражаю С тем, что и управляющие компании не всегда благоразумно себя ведут И эти деньги могут, опять же, потратить не на нужды дома А потом сложно будет собрать эти деньги снова Да и ни к чему это все Здесь, конечно же, мы совместно с министерством ЖКХ должны проработать этот вопрос И найти какой-то механизм, который бы позволял, с одной стороны, отсечь жителей от недобросовестности управляющих компаний С другой стороны, позволить все-таки переходить на спецсчета и использовать деньги более эффективно Потому что, когда все вокруг колхозное, все вокруг мое Капитальный ремонт получается не всегда достаточно качественный Если жители собирали каждую копеечку для того, чтобы отремонтировать, к примеру, крышу И эта крыша действительно у них бежала Они наверняка всем домом на эту новую крышу залезут, проверят И только после этого подпишут акт выполненных работ Это более правильный механизм Если позволите, до рекламы хочу вам печальную тему Затронный 2017 год Запомнится нам в том числе и смертями многих известных и уважаемых людей Жителей нашего города и нашей области И вот как гром среди неясного неба 24 декабря ушел из жизни Генеральный директор Кировского молочного комбинации Депутат Закоссобрания Василий Куприянович Сураев Как считается, Владимир, насколько это сильно в целом позицию ослабило? Я бы даже... Возглавлял, напоминаю, Василия Куприяновича, фракция Справедливой России в областном парламенте Я бы даже начал не с этого Потеряли действительно хорошего человека Потеряли все мы, потеряла область С историей начну Василий Куприянович Мы как-то встретились у него на молокозаводе В его кабинете Буквально знакомы были совсем чуть-чуть И Василий Куприянович извинялся за то, что у него жарко в кабинете Дело было летом Я объяснял Я не ставлю кондиционер Потому что, ну, если я себе в кабинет поставил То я, значит, всем сотрудникам, во всему офисному зданию должен поставить кондиционер А так поставлю, кого-то обделил получится Да, а так получится, кого-то обделил Есть две проблемы Во-первых, нагрузка на энергосистему офисного здания И вторая проблема Все эти деньги я лучше потрачу на ветеранскую организацию То есть человек мог бы, да, там, любой другой поставить себе кондиционер И сказать Я потрачу на ветеранскую организацию энергосистемы Но Василий Куприянович вот был принципиален в таких вопросах И для меня вот он тогда начал раскрываться в полной мере Было еще масса ситуаций Когда Василий Куприянович, ну, вот действительно Был тем человеком, которого я помню Правильным, порядочным Гуманным Профессионалом, да И не зря так много людей пришло его провожать Действительно большая потеря А для политической все-таки Для политической Сферы региона Безусловно В политике и подавно мало правильных, порядочных людей Поэтому потери и для политики Он много и сделал, и мог бы сделать для региона И печально, конечно, что ушел рано Откровенно рано 64 года совсем Да Не тот возраст Да, ну, жизнь такая Но, откровенно говоря, это вот для меня было личным ударом И Василия Куприяновича всем нам будет не хватать Сейчас у нас реклама будет Я напоминаю, что это особое мнение Владимира Костина Вице-спикера законодательного собрания Кировской области Руководителя фракции ЛДПР И координатора регионального отделения Либеранной демократической партии России Прервемся и скоро продолжим Продолжается программа «Особое мнение» Мы беседуем с Владимиром Костиным Владимир, как вам ситуация с уборкой снега В этом году Вернее, в конце 2017 года Новое руководство города О котором мы говорили несколько минут назад Активное внимание этому уделяет И критикует И выходит в рейды И так далее Наведен будет порядок, на ваш взгляд Благодаря этим усилиям Будем надеяться Усилия действительно прилагаются И сейчас важно, чтобы подрядчики поняли новые правила игры Что нужно в мессенджерах отправлять фотографии Результаты уборки На той улице, где я живу Сначала резко сузилась проезжая полоса Но как-то проезжая, я заметил там трактор Который за ночь это все благополучно убрал И такого, откровенно говоря, у нас не было Чтобы в середине зимы вдруг дорога снова стала широкой Что, вышли ликовать на улицу? Аплодировали? Не вышли, но приятное впечатление На меня это произвело Я надеюсь, что этот трактор мы еще когда-нибудь увидим Этой зимой Но это, конечно же, шутка Мы все заметили, что снег начали вывозить Заметили, да Но при всем при этом я вспоминаю Когда пришел Александр Викторович Перескоков И в первую буквально неделю Нахождения на посту главы администрации Снег из Кирова вывозился активно И действительно улицы были почищены Но это было ровно до следующего снегопада Поэтому я с осторожностью Чтобы не сглазить работу новой администрации Потому что, я уже говорил Не все сейчас зависит только от них Нужно и подрядчиков Научить работать по новым правилам Нужно и самим не начать лениться Но надеюсь, что это не грозит нашим руководителям города В конце концов мы активное огражение Не дадим им это сделать И хочется, чтобы трактора на улицах были Дворников мы видели почаще Здесь ведь еще история с управляющей компанией Ну конечно Потому что одно дело трактор, который чистит улицу Другое дело дворник, который чистит двор Вот пример опять же моего дома С удивлением В 2015 году узнал, что на дворников у нас тратится 60 тысяч рублей в месяц Ого! А сколько их всего? А на тот момент было 0,5 Потому что он вроде бы как было Половина дворника была? Мало кто его видел То есть он вроде бы как и есть Но через раз мы его видим Ну если бы вдруг у нас был один дворник За 60 тысяч рублей, который работает Да он бы наверное там день и ночь С лопатой все снежинки убирал Дворник олигарх такой Да, наверняка можно бы было содержать Двух вполне себе обеспеченных дворников за эти деньги Да и еще и оставалось бы на инвентарь Потому что вот вывоз снега, приезд трактора Это всегда отдельные деньги То есть мы понимаем, что вот та сумма Которая заложена на дворника Это именно дворник Зимой плюсом ко всему Наверняка снег дворник не вывозит Ну опять же я сейчас вот там утрирую Тем не менее это что называется коротко Она болевшим, да Всех уже вот эта история замучила Я имею ввиду горожан Потому что много где дворников мы не видали А много какие управляющие компании В том числе с муниципальным участием Отчитывается, что дворников У них работает целый там батальон Правда никто их не видел И где они обитают никто не знает Ну зарплата просто большая наверное Поэтому не утруждают себя Выходить с лопатой на улицу Общественный транспорт Я признаться глазам своим не поверил Когда прочитал новость о том Что в следующем году у нас повышение стоимости проезда В автобусах и троллейбусах не произойдет Мы как-то привыкли к тому Что это происходит ежегодно На рубль, на два подрастает это все А вот региональная служба по тарифам Утерла нос перевозчикам Сказала нет Политические выборы что ли? Это отрадно, что рост тарифа на перевозки не произойдет В 2018 году При всем при этом Вот здесь есть отрицательный момент Потому что субсидирование перевозок В областном бюджете не заложено Очевидно, что перевозчики Давно недополучают деньги На перевозку льготников в частности И вот отсутствие вот этого финансирования Оно как раз может привести к тому Что мы не увидим в Кирове новых автобусов Мы их давно кстати не видим Мы не увидим роста качества обслуживания Мы может быть не увидим когда-то лишний автобус Проходящий в нужное по расписанию Не лишний, а просто чаще Как минимум, так как положено И эти тенденции уже были При всем при этом я бы тоже не стал говорить Что перевозки это крайне убыточный вид бизнеса И так далее Там нужно соблюдать баланс Очевидно, что на воздухе Даже чадящие пазики ездить не будут И там все тоже помним историю Про печное топливо Это конечно же недопустимо При всем при этом Воруют ли в этой отрасли Особенно предприятия, которые Городу подчиняются Не возьмусь сказать Но опять же наверняка проявляют Изрядную сноровку в степени Неэффективного освоения бюджетных средств Вот так назовем Поэтому есть куда стремиться Уверен, что при переформатировании Наверное отрасли будет тяжело Ее будет потряхивать Важно, чтобы кировчане Это не почувствовали как раз таки В невыполненных рейсах Не пришедшим автобусе Особенно зимой Сейчас, когда холода будут Наверняка будут и суровые морозы Сохранить стоимость проезда важно И все мы это поддерживаем Это отрадный факт Сейчас важно еще и сохранить По крайней мере качество А стремиться к улучшению Для того, чтобы получать Нужно датировать перевозки Закладывать деньги в областной бюджет И это на самом деле нормально Когда житель сохраняет Для себя какой-то Размер платы Но при всем при этом Получает более качественную услугу А непредусмотрение этих денег В областном бюджете Это уже сколько ситуация продолжается? На самом деле Такое жесткое непредусмотрение Идет два года Вот прям чтобы совсем До этого предприятия Которые обслуживают Межмуниципальные перевозки Датировались И вот кстати здесь Корреляция это прямая Если в Санчурске не нашли денег На то, чтобы обслуживать Пригородные К Санчурске маршруты То есть Внутрирайонные То перевозок там и нет А если в Советске нашли То там перевозки до сих пор сохраняются Очевидно, что В Кирове есть маршруты В Кировской области есть маршруты Которые приносят Весьма неплохой доход А есть маршруты, которые В принципе обыточны Когда населенный пункт Менее двухсот человек С определенной периодичностью Причем неплохой периодичностью Автобус туда ходит Он возит по 2-3 человека Не так много уже осталось людей А расстояния внутри районов У нас порой большие Чтобы сохранить Интерес перевозчика Обслуживать И эти маршруты Нам нужно пустить Его каким-то маршрутом Прибыльным То есть разделять Как в советское время Покупаешь шоколадку Ну там Надо наверное и тухлую селедку взять Нет, значит и шоколадки нет Ну вот здесь на самом деле Такой принцип Его бояться не надо Потому что перевозчики Это люди Которые ищут коммерческую выгоду Они ее найдут Если поймут Что прибыльный маршрут Окупает неприбыльный Будут содержать Никуда не денутся Еще будут довольны Предлагаю еще две темы затронуть У нас остается 5-6 минут О выборах конечно же в конце Поговорим Родина Команда Родина Хоккейный клуб Родина Интересно здесь Что происходит Волнует вас Вся эта ситуация Буквально Накануне Нового года Появилась новость о том Что сформирован новый состав Правления хоккейного клуба Туда и чиновники вошли И бизнесмены туда вошли Команда проигрывает Стадион отдали Детской спортивной школе Юность Да Как дальше будет ситуация Развиваться непонятно Специалисты говорят о том Что нужно команду усиливать Игроков сильнейших Возвращать и так далее И так далее При этом Стадион сам в не очень Удовлетворительном состоянии Вернее в неудовлетворительном состоянии Огромные долги И так далее И тому подобное И вот уже мы Говорим уже Видимо не без основания О том что Велик шанс Что у нас Профессионального Хоккей с мячом Конечно нужно возвращать Профессиональный спорт В Кировскую область А так сложилось Что из всех видов спорта С одной стороны Зрелищный С другой стороны Недорогой Хоккей с мячом Он у нас процветал Все помнят Как Родина занимала Третье место Я вот очень 2006 год Очень хорошо помню Матч когда к нам приезжала Тогда еще сильная Московская Динамо И как проигрывая 4-3 на последних секундах Команда Счет сравняла И вот этот вот Конечно там Запал трибун Он незабываем Где ты еще получишь Столько эмоций Как не на стадионе И 7-тысячный стадион Там был заполнен На 11 тысяч Никому не было тесно Все были рады Весь город ликовал Да Безусловно Нужно сохранять Профессиональный спорт Здесь ведь опять же Все в сравнении Мы видим Безумно дорогой стадион Зенита В Петербурге И понимаем Что вот на эти деньги На кусочек Несворованных Правильно потраченных Денег Кировская Родина Жила бы лет 10 А сейчас мы отказываемся От профессионального спорта В пользу любительского Но если нет Позитивного примера Как будут мальчишки Любители играть Стремясь уехать Если не видеть Куда расти И можно расти туда Более того Если это позиция В целом На уровне федерации Не поддерживать регионами Профессиональный спорт И переходить на Собственные доходы На поддержку спонсоров Хорошо если есть спонсор Газпром Или там РЖД Или какая-нибудь Другая крупная компания Да повезло Клубу футбольному Хоккейному Без разницы Вот в Перми Сейчас допустим История с пермским МКаром Который играет В высшие лиги В премьер лиги Такая же печальная То есть они могут Лишиться клуба Пермики очень любят Свой клуб И команда им платит Взаимностью Играет постоянно В высшие лиги Но вот риск есть Что не будет финансироваться Это очень печально Еще раз говорю Безусловно сказать сейчас Что область должна Финансировать родину В одиночку Нам тяжело И если сравнивать Обеспечить зарплаты Бюджетников Или выбрать Спасение Хоккейного клуба Выбор здесь очевиден Но на мой взгляд Этого выбора В принципе быть не должно Давайте посмотрим Где у нас неэффективно Там и строительство Опять же стадионов И может быть там Другие неправильные Расходования денежных средств Мы все ведь их знаем Тут далеко ходить не надо В общем резюмирую Вы за то чтобы Профессиональную родину Надо сохранить Искать все пути Искать все возможности Для того чтобы она Продолжала играть в суперлиги Хорошо Итак выборы 2018 год Наступил Какая сейчас работа ждет партия Владимир опасно говорить Сейчас про выборы Кандидат которого я конечно же Буду поддерживать Представлять на выборах Уже выдвинут Зарегистрирован Поэтому не могу я сейчас Говорить о выборах Вот так как бы хотелось поговорить Да чтобы не подставить Ни вашу радиостанцию Ни нашего кандидата Поэтому выборы будут Они будут на мой взгляд Полноценными и полновесными Да есть сложности С выдвижением у кандидатов Очевидно Но тем не менее Есть кандидаты Которые вполне достойны Стать президентом Российской Федерации И как и в любых выборах Я всегда об этом говорю Нужно просто изменить Отношение к выборам Если тебя что-то не устраивает Приди и вырази свою позицию Выразить можно разными способами Есть в конце концов Не один кандидат Их несколько Можно выбрать Хотя бы выбрать Из тех А вот кто Мне Менее не симпатичен Простите Вот меня за такую Сложную Даже по этому принципу Да хотя бы так Чтобы показать тому Кто совсем не симпатичен Что вот я за другого Но уж чтобы показать Что допустим У нас там возможен Чем черт не шутит Второй тур Или там победа Другого кандидата Но вот мы сейчас В это не верим Но тем не менее Все зависит от нас Я в этом убежден Потому что вот лично Я Ну Впрямую касаюсь выборов С 11 года И знаю как происходит Процесс выборов На избирательных участках Прекрасно Мы все с вами Можем там Посмотреть статистику И понять Что если на выборы Пришло 60% избирателей У оппозиции Большой процент В целом У оппозиции Такого не было В принципе У нас У нас За 50% Было На выборах 11 года 11 Да То есть был большой процент И вот когда конечно же Каждый год выборы 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 Люди не успевают Запомнить Кого они выбирают Ну конечно Это напряженно Сложно Давно мы тоже говорим О том что Единый день голосования Избрали сразу всех И 5 лет у нас Отдых от выборов Зато выборы Это праздник У всех выходной С радостью Нужно идти голосовать С радостью Нужно читать листовку Которая вам пришла Потому что она пришла Раз в 5 лет Вот вдруг там Что-то интересное Что-то изменилось Да Что-то необычное Написали Поэтому Я от выборов Все-таки Жду какого-то позитива Мы с вами говорили Какой бы ни был результат Люди должны Свое мнение выразить И на основе Этого мнения Кто бы не победил Будет строить Дальнейшую работу Победит действующий Президент Значит он Посмотрит на то Как люди реагируют Может быть Увидит проблемы Регионов И пересмотрит Отношения К финансированию регионов То есть практически Результат такой Будем надеяться Что вновь избранный Президент Кем бы он ни был Будет внимательнее Относиться К проблемам регионов Раз уж мы с вами Представляем Нашу любимую Кировскую область Владимир Костин Вице-спикер Зак Собрания Кировской области Руководитель фракции ЛДПР И координатор регионального ЛДПР Завершается Особое мнение Всего доброго Еще раз С Новым годом С Новым годом Всех благ Мира Вашим домам Семьям До свидания До свидания Особое мнение На 101FM